Со следующего года земельный налог для кировчан-садоводов станет меньше, но придется платить больше тем, кто решил взять землю под строительство многоэтажного дома. Такое решение приняли сегодня депутаты Кировской городской думы. Главным же вопросом повестки дня думы стал проект бюджета на будущий год. Репортаж Вергина Мотивасян. 16 видов мер социальной поддержки горожан предусмотрели в будущем бюджете депутаты Кировской городской думы. Расходы на социальную сферу в общем объеме расходов бюджета составляют 59,9%. К концу планового периода объем расходов возрастет до 63,5%. 12,3% планируется направить на жилищно-коммунальное хозяйство, на национальную экономику и национальную безопасность 11,7%. Расходы на решение общегосударственных вопросов составят 14,1%. И на финансирование прочих отраслей предусмотрены 2%. Более половины городского бюджета направлено на образование. Ожидается повышение зарплат на 5% отдельным категориям работников дошкольных учреждений. Заработная плата педагогических работников школ и детских садов, работников учреждений культуры и молодежной политики запланирована с индексацией на 5,5% с 1 января 2015 года. Всего нельзя было учесть, потому что на все, может быть, у нас еще не хватает денег. И у нас мы видим бюджет тоже с дефицитом 518 миллионов. Но социальные все вопросы, они по максимальной возможности решены. Бюджет принят, и у нас есть полное основание, что мы обязаны теперь этот бюджет исполнить. Доходную часть бюджета должны пополнить за счет средств от продажи объектов муниципальной собственности. Ожидаемый доход – 370 миллионов рублей. Дополнительно 5 миллионов депутаты ждут от увеличения ставки земельного налога на участки, предназначенные для строительства многоквартирных домов. Возрастет она более чем в три раза и составит в среднем для организации 93 тысячи рублей в год. Изменения земельного кодекса коснулись и садоводов. Снизить ставку земельного налога с 0,3 до 0,2% для земельных участков, приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства, а также дачного хозяйства. Основанием для снижения послужил рост в среднем в четыре раза кадастровой стоимости земельных участков данной категории плательщиков. Учитывая, что собственниками таких земельных участков являются в основном граждане, имеющие невысокий уровень жизни, понижение ставки земельного налога позволит снизить для них налоговую нагрузку. Еще один вопрос касался всех, у кого есть в собственности то или иное имущество. С 1 января в связи с изменениями в налоговом кодексе на территории города устанавливается налог на имущество физических лиц, который будет поступать в городской бюджет. Инвалиды третьей группы, близкие родственники инвалидов первой и второй групп, граждане, у которых имущество находится в ипотеке, освобождаются от уплаты налога полностью. Такое единогласное решение приняли депутаты городской думы. Кстати, они в последний раз голосовали при помощи карточек. В декабре дума перейдет на электронное голосование. Вергина Мативосян, Валерий Никулин, Вести, Киров.